И вот за первое полугодие этого года приговоры по статье о госизмене в России получили 52 человека. Это в три раза, в три с половиной даже раза больше, чем за этот же период предыдущего года. Ну вот как пример госизмены, жителя Москвы приговорили к 13 годам тюрьмы за перевод 50 евро украинской армии. Кстати, вот и перевод денег в СССР, и приговор за этот случай не единичный. За шпионаж осудили 18 человек. Это в 9 раз больше, чем за первое полгода 2023. Как вы считаете, это охота на ведьм со стороны властей? Или на самом деле все больше россиян понимают, что все не так, как по телеку рассказывают? Вы знаете, вообще этот год, ну как, собственно, и прошлый, стал в смысле осудили переговоров годом рекордов. В самом плохом смысле у нас рекорды не только по госизмене, рекорды еще по, например, по статьям, связанным с любыми экстремистскими побуждениями. Это и фейки об армии, и дискредитация армии, и разнообразные попытки терроризма, и поджоги военкомандов. То есть получается так, что россияне у нас склонны не только изменять родине, а у меня вот есть одна из моих, ну не знаю, как трудно говорить про заключенных, любимец, но девушкой, которой я как-то особенно сочувствую и с ней переписываюсь, 21-летняя студентка из Томска, 21 год. Татьяна Лолитина, которая еще замечательная художница, она тоже была осуждена в этом году за госизмену, получила 9,5 лет, она получила их за донат ВСУ, даже не ВСУ, это был донат украинскому фонду, домой из украинских фондов, и она сделала этот донат 24 февраля 1922 года, 10 долларов. Она за это получила 9,5 лет, и на суде сказала, слава богу, я думала, что будет больше, 9,5 лет, это по этой статье ниже низшего. 10 долларов 24 февраля. И действительно таких людей становится все больше и больше. Просто пошли приговоры именно в этом году, обычно следует полтора-два года по этим статьям, пошли приговоры, которые, собственно, должны были быть, наверное, раньше. Это люди, которых задерживали в 22-м году. В 24-м они получают приговоры. В 25-м мы получим людей, которые задержали в 23-м, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, это военное сопротивление. Что будет дальше, что будет в этом году? В этом году мы тоже видим объективно много приговоров. И поэтому думаю, что каждый год будет кордным. Здесь скорее выкашивают любое все сопротивление. Все, любое сопротивление, абсолютно все. И вряд ли здесь можно говорить о каком-то массовом сопротивлении. Вот смотрите, я вижу по экстремистским приговорам рекорды этого года. За 6 месяцев у меня есть данные, 24-го года, вынесено 649 приговоров по экстремистским статьям. 649. Это много, это очень много, это рекорд. Но это 649 человек. Ну, 650. Хорошо. Прибавим к этому еще столько же за госизмену, за шпионаж, связанность с поддержкой и помощью Украины. Ну, будет, ну, тысячи, тысячи двести. Хорошо, тысячи триста. Всего в России тысячи триста политзаключенных сейчас. Вот они, собственно, и есть. На 145 миллионное население. И это меньше, чем политзаключенных в Белоруссии сейчас. А Беларусь гораздо меньше России. Да, и белорусы не россияне. Еще об одном рекорде. Вот в три раза по сравнению с прошлым годом возросло число военнослужащих, осужденных за преступления, связанные со службой, дезертирствования, не выполнение приказа, ну и другие преступления. А вот по вашему опыту, Ольга, скажите, есть такие случаи, когда осужденные за военное преступление, бойцы, скажем, дезертиры, да, предпочитают снова подписать контракт и вернуться на фронт, чем попасть в тюрьму? Вы знаете, как раз дезертирство входит в перечень статей, очень небольшой перечень статей, по которым из СИЗО не берут назад на фронт. Поэтому, в принципе, дезертирство, которое, конечно, мы все горячо приветствуем, это серьезный поступок. Я очень довольна тем, что в этом году впервые Франция предоставила политическое убежище двадцати дезертирам и вообще уклонистам от армии, потому что это, конечно, не политические. Это не активисты, и чаще всего это люди, которые далеки были от политики, они просто не хотели воевать, не хотят воевать. И что с ними делать дальше? Вот куда их? И вот впервые Франция дала им зеленый свет, очень хорошо. Я думаю, что, конечно, дезертиров должно быть больше, да, их ловят, их приговаривают. В любом случае сроки это в среднем, ну, это шесть лет. Да, это много, шесть лет жизни это очень много. Это гораздо лучше, чем быть убитым и убивать, безусловно. И в любом случае люди должны понимать, что это военное время, это подвиг, это они молодцы, да, так и надо делать. И чем раньше они это сделают, тем лучше. Если нет возможности сдаться в плен и воспользоваться ботом, хочу жить, украинским ботом хочу жить, значит, надо уходить с фронта, значит, надо уходить из военкомата, значит, надо бегать от призыва, от армии. В конце концов, и Россия большая, там есть здесь спрятаться. Есть здесь спрятаться в России. Эта ситуация не вечная. Мне очень тяжело, конечно, поддерживать людей, которые уже воевали и отвоевав, решили дезертировать, ну, потому что люди уже стреляли, уже что-то сделали. Но я понимаю необходимость их поддержки, скажем так, да. Это тяжело, таких людей поддерживать. Но необходимо, потому что, да, нужно бросать оружие, уходить с фронта. Как вы прокомментируете результаты недавнего опроса, что большинство россиян, которые поддерживают войну в Украине, но, однако, вот 42% из них не готовы, чтобы в боевых действиях участвовали члены их семьи и родственники. Как вы относитесь и как вы прокомментируете результат этого опроса, ну и согласны ли с мнением журналиста и социолога Игоря Яковенко, который в эфире «Фридома» сказал, что большинство россиян поддерживают войну только внешне? Ну, вы знаете, большинство россиян поддерживают войну, хотя бы потому, что просто понимают, что они должны отвечать на вопросы об этом. Ну да. Вот они точно знают, что за неправильный ответ на этот вопрос можно получить пять лет, что уже, собственно, и происходит. Я напомню, что пять с половиной лет недавно получил участник просто уличного опроса, Vox Pops, за то, что прямо и честно ответил на вопрос, что он думает о специальной военной операции. Он все сказал правильно, что это агрессия России против независимого государства, которое ничего ему не сделал. Он получил пять с половиной лет. Сначала он получил их условно, и в апелляции приговор был переведен в реальный. И все это увидели. Это просто опрос. Он просто сказал свое мнение, высказал свое мнение. Поэтому мы не знаем на самом деле, сколько россиян поддерживают войну, сколько не поддерживают. Но не надо иллюзий. Не надо иллюзий. Большинству россиян войну поддерживают. По разным причинам. Чаще всего поэкономическим. Потому что это работа, это зарплата. Да, действительно, почему, собственно, Белоуссом был назначен министром барона. Конечно, страна встала на военные рельсы. Вся экономика встала на военные рельсы. В многом благополучие россиян зависит сейчас от войны. Это и производство тяжелого вооружения, производство танков, это и производство беспилотников легких, это и банковское обслуживание этого всего, и юридическое обслуживание этого всего, ну и способствующие всему этому вещи, помимо непосредственного участия в специальной военной операции. В конце концов, это даже и строительство дорог, и домостроительство, потому что это на деньги убитых. Убитых участников СВО, раненых тяжело участников СВО. Экономика, во-первых. Во-вторых, конечно, это усилия губернаторов, особенно усилия губернаторов центральных районов и городов, таких как Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск и так далее. Там, где губернаторы вступают в эту гонку губернаторскую, и повышают региональные цены за участие в СВО. Как в Москве можно записаться и получить сразу 5,5 миллионов рублей, еще даже не вступая в войну. Это просто все-все-все с надбавки взять, 5,5 миллионов рублей сразу. Это огромные деньги, можно купить сразу квартиру. Даже в Москве можно купить сразу квартиру. Но это деньги не для москвичей. Это так Собянин выполняет план, и реально из регионов набирает людей, устраивает их в Мосгаз, в Мосводоканал, куда-то еще, с тем, чтобы отчитаться, что предприятия московские, вот это очень быстро делается, жертвуют все для фронта, все для победы, вот люди уходят, приходят и так далее. Это, конечно, высасывание из регионов, при этом, меняя прописку, меняя прописку буквально на минуточку, высасывание из регионов мужской силы, маргиналов, всех-всех-всех. И это замена, конечно. Это замена. Мы платим дань центру. Москва платит дань центру. Питер платит дань центру. Крутые города платят дань. Платят дань. Вот вам, пожалуйста, мы выполняем план. Только вот наших не трогайте, своих не трогайте. Вот те, кто здесь живет. Вот, то есть образованные, с хорошими доходами россияне, живущие в крупных городах, на войну не хотят, не собираются, но в ней участвуют налогами, работой и так далее. И, конечно, они прекрасно знают, как нужно отвечать на эти вопросы.